Музыка 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 Хера как новый день пацаны Всем привет У нас такое видео Более осмотрительное Нежели тематическое Помимо купола И надстенных желобов Еще ведутся другие работы И собственно я вам хочу В этом видео их показать Вот Здесь я сейчас сделаю вторую часть Надстенного желоба И здесь сниматься ничего не будет Скорее всего кроме как Окончание Второй части Надстенных желоба Которую вы уже видели Значит вы это окончание уже видели Здесь будет некоторые изменения К чему я там пришел Уже как бы можно сказать на опыте Да Ну как бы вот такой вот момент Тут будет у нас вот Я первый элемент поставил Это было на прошлой неделе Это сейчас у нас понедельник Идет дождь Вот Первый подогнал Здесь у нас такая история вышла Здесь яндовая почему-то Как-то по-другому стоит И я те размеры перенес И у меня Мало того что Ну я как бы размер Завысил чтобы уйти от яндовой дальше Чтобы больше было расстояния Чтобы фальчик положить Даже при этом у меня практически Расстояние было Ну почти его не было То есть меньше даже чем там Соответственно как я вышел из ситуации Я тут расчертил Но так как она прикручена Я вам уже не покажу В общем я до угла А потом после угла Приломил вот сюда вот Таким образом чтобы не было складки Минимизировать Либо вообще убрать складку Я пока предварительно прорисовал Но для того чтобы понять Этот угол Надо просто кусочек Фокса уложить Чтобы понять какая раскладка То есть Узел Как вот у меня есть узел Приломление над стенника До ветренника Там вот В общем чтобы складку расклыть Надо убрать Тем самым увеличить здесь расстояние Вот такой вот момент Ну как бы и ладно Сейчас у нас Здесь все расчерчено Все то же самое Тут пока дублировать смысла нет Одно и то же Вот давайте мы с вами пройдем дальше Здесь вот так вот это все выглядит Ничего не изменилось Вот Вот здесь вот наверное видео Я не знаю Скорее всего оно выйдет Когда там Когда хронология короче Она вот снята Я уже путаюсь Потому что есть еще другие объекты И потом это все засирается В мозгах Поочередно Сейчас я трубочку положу И продолжим Телефон звонит Пошел очень сильный ливень Прошлось съемку закончить Но Это не важно Вот у нас это теперь выглядит Вот так вот Здесь планочка стоит И уже Все готово Потом чтобы отсюда Закидывать картины Водичка течет Шотик хороший можно снять Сейчас я собственно этим займусь И пойдем дальше Пошел опять дождь Но Тут смысл рассказать Вот это вот преломление Которое вы видите Оно здесь появилось Не просто так И не Просто вот в каком-то месте Так как у нас здесь угол наклона Круче То Желоб пришел раньше А этот выше И у них перепад был 80 миллиметров И ничего с этим не поделать То есть либо этот весь подрезать Под этот размер Либо как обычные нормальные люди делают Берут сюда широкий металл Собственно его используют Но у нас его нет Как я уже говорил ранее Поэтому Сделали преломление И преломление должно выйти там Плюс-минус на картину Прямо там где у нас должен быть мысик Ну плюс-минус опять же По идее так должно совпасть у нас Вот Поэтому здесь у нас все Тут я вам объяснил Здесь у нас Вот так вышли Он останется стоячим фальчиком В малый Здесь вот такое вот прослабление Ну как бы тут Рассказывать особо нечего Можно просто понаблюдать Как течет вода Просто понаблюдать за вечным Вот Идемте дальше Камера направлена немножечко вниз Надеюсь еще ничего не попало Чтобы капли На объективе попали И не размазывал вам всю картинку Здесь Ваня занимается какой-то херней Вот что здесь происходит Слушай, а это что такое Это новый баннер такой А что он разорванный Вот здесь? Да Ветром Аху, херень Это там столько воды надо набрать Да Как будто пчелы О, птицы такие Да Новый баннер Так, ладно Идем дальше Ванька, пропусти нас Здесь у нас вторая часть Ванька тут занимается Сегодня еще Санька приедет И начнет картины с той стороны закидывать Вот, переходим У вас здесь хорошо Темно, правда, но Не дождливо Давайте пройдем Здесь снимаем скат Медяшка лежит уже Срезанная Пальшкрыша Здесь, в общем, занимаемся демонтажом Демонтажом И сразу можно увидеть Да, если вот там вот у нас Домик врезался потом Вот эта двухскатка И гидроизоляция была неправильно сделана То здесь вот Видите, ендовая, да? Со ската Потекло Прекрасно Вот здесь утеплитель Непонятно, что утепляли Видно, что это все здесь стекло По цвету доски Протекало Ну, в общем, такие дела Идем дальше Ну, в принципе, не идем дальше Здесь пацаны снимут Часть И я вам покажу Кто так сняли Уже каплика капнула Загорелась, можно говорить Так, ребят Смонтировали Одну картину Вторую Поставили Еще клеймера не ставили Здесь у нас вот такая вот подводка Планка Вот здесь вот Вот Видите, да? Прямо по краю Сейчас Саня подвернет ее Уберет, проклеит псул Вот И назад ее вернет И Фальциметр Это второй Ну, то есть он второй фальциметр И он их уже два Это второй Новенький Сейчас будем ему целку сбивать Вот Ну, а я там Над стенниками Тоже Занимаюсь Где-то все равно Провальчики есть Я уже пишу Так В общем, этот скаф Сейчас утепляется Полностью Переутепляется частично Ну, там Ничего мусора лежит Который приходится подрезать Выкидывать Здесь каблуки уже переставили Потому что Везде у нас Тридцать миллиметров Выходит Кобылка Вот сейчас уже здесь сделано А тут было Двадцать А вот там Все шестьдесят То есть угол Получается Тут выше Вот этого ската Вот Там тоже переделывать Кобылки надо будет Плоскость равнять Чтоб везде было Одинаково Вот Ну, в общем Что показать-то Показать-то Мурлак Можно вот здесь Вот, что он не зарезан На полудерево Несроченный Вот Ну, забит Арматурой туда Вот, арматура забита Не так, как там То есть здесь Мурлак держится В общем, здесь утепляем Все Переутепляем Скажем так Вот Потом будем Гидроизоляцию Насыпать Везде так же Само делали Я просто не снимал Утепляли Проверяли Все сопряжения Уголки Чтоб нигде ничего не болталось Все узлы Потом Гидроизоляция Контрбрус Шнурки натянули Посмотрели Неровности В плоскости Контрбруса Все это Выровняли И потом Застелили фанерой Вот Сейчас идем туда Там, где у нас Монтируются Уже картины Монтируются Здесь С этой стороны Не знаю Не помню Показывал или нет Готов уже Настенник Под то Чтобы монтировать Здесь Жесть Вот Вот там Два окна Тот скат Простой Здесь есть два окна Здесь будут сниматься Монтаж Окна рота И оклад Окна рота Что думаю Будет очень интересно Я думаю вам Уникальный Будет контент Потому что Такого еще не снималось Да и не показывалось Тем более Но знаю что делалось Точно знаю Вот Здесь у нас Сашка Имитирует рабочую Обстановку Закидал уже Какое-то количество Картин Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Семь картин Вот Пленка Конечно Не знаю Как у ребят Получается ее Вставлять Вот она Вот так Вот так вот Ободрали только Фальца И Она Скрутилась Вот это вот тоже Где-то осталось Где-то Пленка Отлетает Даже В момент Когда катаешь Картины Прямо сразу Пинч Отчпонкивается Да Саня Правильно я говорю Она тут Где-то держится Где-то не держится Здесь вот у нас Картины Прокатаны Вот они Вроде бы Пленка Здесь Присутствует Вот так вот Обдираем Потом фальц Ну в стороночку Чтобы не зафальцевать Потом не вычищать Потому что малый Зажмет Потом выцарапаешь Оттуда Вот Но потом Сутки лежит И превращается То что вы видите Где-то отлетает Сразу Такие дела Херак Новый день Так Вот этот скат Весь Уже закидан И под подкладочным Ковром Мультибенд Широкий Другого Уже нет Но он Сегодня должен Олизатор приехать Вот Сейчас будем Разбирать Здесь баннер И переносимся На четвертый скат Завершающий Сейчас мы с вами Туда и пройдем Там уже Идет демонтаж Меди Ванька там Все срезает Вот такие вот дела Сейчас все шотик Какой-нибудь Запилим сюда Да, Вань? Будем шотик снимать Как срезается Надо выложить Редкая вещь Как оказывается Теперь в наше время Уже с медленным налетом Таким Вот Санкционка Санкционка Вот Вот так вот Так Я вам покажу Что происходит там Там вы уже видели Видео уже вышло Вот Тут у меня Тихо Вот это вот узел Вы уже Могли наблюдать Сейчас Тут киянка у меня Отлетела Как обычно Так Сейчас у нас Вот это узелок Вот такой вот Который я уже делал ранее Вот такую сейчас Вставочку сюда Сделаю Сфальцую Чтобы можно было Приломить Все заломить И будем С вами уже Закидывать Ну опять же Это видео Обозрение Просто Тематические Которые по ендовым Они отдельно выйдут Вот здесь уже будем настилать Гидроизоляцию Тут Там И ендовые У нас два дня Теплой погоды Вот Бездождевой Вот как сейчас Прекрасная Солнечная погода И будем мы с вами Ендовые тянуть Наверное По аксиду На этом будем заканчивать Потому что Верхушка Вот эта вот Которая там Полутора метра Последний Ну крайняя верхушка Там где пологая Там Мы не успеем Потому что тянуть надо Вот Сделать ее не успеем А если верхушку не успеем То получается Шашкой Весь Макс Мы пробьем Да Получается Подкладочный ковер И туда будет зашиворот Течь Что Не есть хорошо Ну это еще не точно Пока Предварительно Вот так вот Вот В общем Срезаем Снимаем Показываем Вы можете Вы уже видели Это на шокиках То есть видео Еще не снято Но вы уже видели Длинный или короткий Какой Сокоса А ну я сейчас Подожди Сейчас я буду На телефон Буду снимать Все Прощаемся Так Вскрыли еще Четвертый скат Крайний Да Показать просто Тут такие нюансы Вот из таких кусочков Утеплителя Здесь сделано Здесь у нас Подложка Я так понимаю Из пеноплекса Структура дерева Так Здесь у нас Этот кусок Он не был Даже утеплен Гидрозавец Не снял Опять было Под яндовую Текло Здесь У нас Это Опирание Я так понимаю Кобылка Вот она Вот так вот Лежит А это тоже Просто лежит Да получается И это просто Лежит Вот так Почему Это у нас Сосна А это Береза Судя по всему С поддона вообще Кусок Да Да Береза точно По коре Там у нас Наверху Здесь Чистили провод Перели медь Походу И скрыли следы Преступления Вот так вот Лежало Причем Это Заглушенное место Вот здесь Втеплитель Видите Он даже Видно по нему Что он Конденсировал Или что там Прям в воде был Цвет Видите Отличается Чем Что Тут пленка Сверху лежала А тут нет Прям в пыли Вот Здесь тоже самое Подложки Кленовые Кленовые Обычные И там Также Красный кусочек Также Промезуточная Лежит Сейчас Демонтировали Полностью Кобылки Потому что Не плясали Как старая Пьяная Бабка Вот Сейчас Ваня Там четко Сделает Кобылки Шнурочку Натянет Все По 30 Миллиметров Как и на всех Тех скатах Мы выведем Чтобы не Вот так Было И коньки Не сходились В разных Угол Здесь Потом Он Поворачивает Опускается И поворачивает Лево То есть Когда конек Не попали Вот там Вот Вот здесь У нас была Труба Ее Ушатали Кто-то Пришел И сказал Я твой дом Труба Шаталь И все И нет трубы Теперь наша задача Восстановить здесь Пирог Утепление Ну и выровнять Опять же Все это надо Потому что Здесь провисание Есть Как раз В этом месте Потому что Видно Что Зарез Там конечно Ослеживать Лучшего Сейчас нам Ваня Еще разочек Начало Мы для заказчика Сняли Показали Теперь Ваня Продемонстрирует Нам Не утепление А тут Утепление Подожди Это закачку Покажем Стоп Это ставь Вот тут Подергай Это у нас Окно И вот там Вот Вот так Вот И Здесь Что-то Про пен Или Пена Видите Вот Вот так Ну короче Что тут Сказать Продолжаем Сейчас Переделаем Тут Подправим Врут бы Чехпых Конечно Хотелось бы Заниматься Только жестяными Работами А приходится И этим Очень много Добавилось Поэтому в этом году Мы не успеваем Из-за вот этой Как вы правильно Выразить Работы Неблагодарной Давайте Скажем так Вот Херак Новый день Пацаны Вот здесь Вот такое Примыкание У нас Сделали Так Вот Вы обрати Внимание Здесь есть Некая Икон Суда А Икон Суда Вот здесь А здесь Будем Штробить И Проклеивать Здесь Вот здесь Расстояние 180 миллиметров 200 Откат Он 20 Отбортовку Вот Эта Часть Идет Чтобы Подводились На Планку Вот До Этого Моргенка Вот Там У нас Планка Приходит Вот Плоскость Вот Все Здесь Пока Оставили Здесь У нас Реечный Фальц Высокий Опять Жем Пока Стоит Я не знаю Здесь Пока Приостановим Посмотрим Вот Будем Работать На более Южной Стороне Вот Здесь Мы начали Обратить Внимание Здесь Уже Стоит Капельник Конденсата Сеточка Капельник Силовая Часть Силовая Часть Уже Стоит Пока Наживлена Только Здесь Силовая Часть Тоже Наживили Вот Здесь Дисней Я только Поднялся Этот момент Надо Переделать Очень Близко Очень И Очень Близко Вот Так У нас Что-то Перестроение С той Стороны То же Самое Также Силовая Часть Должна Делаться Это вид потому что ступенькой так и уложили а лишнее срезали вот зафиксировали доски здесь все здесь вот эту часть тоже утеплим полотенечком как на той стороне делали вот в общем продолжаем там пацаны сейчас еще режут продолжает вот такие дела ну вот это вот вы видели этот скат у нас над стенник с окошками и речный фальц разбивает высокий речный пальц дальше буду заниматься здесь вот купол оставил как вы наверное ранее видели вот сейчас вот там примыкание и следующее кино которое будет сниматься не то который у вас выйдет после этого фильма или серии кому как а следующее что я буду снимать то вот там вот нужно будет делать такое вот примыкание картина она же примыкание она же и картина вот такие дела но это как бы дальше посмотрите это будет не примыкание картина картина примыкания ендовой наверно даже правильно сказать быть будет ендовая переходящая в примыкание да ну наверное как-то Бакалаврат не заканчивал, поэтому хер знает, как он называется. Ну а здесь процесс такой вот идет. Здесь Ванька. Ванька, кто ты по образованию? Ну да, на кого ты заканчивал? Шахтер. Шахтер? Ты учился на шахтера? ГРП МПУ. Тракторист, шахтер? Мотористка. Так, а здесь Коля у нас делает. И Коля единственный из нас, представитель профессии, единственный получивший образование кровищика, да, Коль? Ну так. Хоть кто-то должен нас разбавить, трактористов и шахтеров. Получается это все-таки? Конечно, все встало. Все встало, ну давай посмотрим. Отлично, ровненько, все. Молодец. Молодец. Куда-то на WorldSkills какой-то там ездит. Так, здесь у нас вот такой вот этап, здесь обрешетку уже, сегодня не успеем. Завтра, да? Да, завтра закончим. Завтра закончим обрешетку. Здесь у нас уже все. Ну выравнивание, еще проблем у нас уже идет. Ну выравнивание, это ты Ваньку позовешь. Да, время. Да, еще выравнивание, потому что все кривое, просто до ужаса. Ну и окошко. Вот. Вот такие вот дела. Что показывается тут особое нечего. Также вот обрешеткой закидаем. Точнее, сейчас вот они начали, ребята, кабулки все ровные, а там плоскость всегда клюет у нас. И вот там вверху клюет. Надо выровнять, шнурки натянуть и выровнять. Застелить фанерой и все. Как будто особо даже показывать нечего. Уже здесь на этой стадии вот заканчиваем. У нас еще там должны успеть, ребята, поставить витражи вверху. И мы должны контуром теплым подойти к витражам и организовать там еще продах. Вот, не знаю, в этом году успеет или не успеет. Ну там вы видели, там уже за углом апсит. Ну вот такие вот дела. Итак, начали уже желоба тут кидать кое-где. В дальнейшем уже покажем. На этом наша рубрика будет заканчиваться обзорная. Ну, тут сюда в эту рубрику войдет вот такой вот узелок интересный. В дальнейшем вы увидите, как это делается. А тут ничего сложного нет. Формируем его вот таким вот образом. Все подробности дальше. Все расскажу и покажу. Ничего не уйдет от вас. Не скрою ничего. Да, Ванька? Вот. Ничего не надрезается. Все загинается и складывается конвертиком. Вот тут сразу скажу, что надо растягивать немножечко надо через кияночку. Вот. Ну а мы продолжаем тем временем. Еще тут снимается вот этот узел параллельно. Я не знаю, что из вас раньше выйдет. Я вообще уже запутался на нахер. Но это не имеет значения. Все все равно увидите. Вот здесь вот теперь хваток вклепываем. Вклепаем лоток здесь. Вот. И чего? Дальше будем заниматься над стенами, между лобами. Но это вы увидите в отдельном выпуске. Снимает, снимает. В отдельном выпуске вы увидите. А на этом мы увидимся. Ваня, я показываю козу, как раньше я сюда это делал. Всем пока.